МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пусть Бог обильно-обильно благословит каждого из нас в сегодняшнем дне. Тема, о которой я сегодня хотел бы с вами поговорить, я ее обозначил так, знаете, может быть, сначала и непонятно. За кем ты гонишься? За кем ты гонишься? Ты скажешь, да я ни за кем не гонюсь, все нормально, я сижу, слушаю, пробовать, и в жизни мне некогда бегать за кем-то, у меня все в порядке. Но в нашем современном мире, знаете, общение с друг с другом происходит преимущественно, мы не можем не согласиться, в медиапространстве, в соцсети, разные мессенджеры. И вот интересно, знаете, какая деталь есть, что всякие хорошие, добрые новости репостят не так много людей на самом деле. Хорошая новость пришла, и так, ну, скромно, лайков так. И обычно это делают люди, которые сопричастны к этому, ну, действию. Сопричастны к тому, из-за чего этого новость, и либо друзья этих людей, ну, как бы вот попостили и все, знаете. Но новости, которые негативные, новости, которые, ну, где-то есть насилие, зло, негатив, вокруг них всегда множество обсуждений. Всегда множество обсуждений, много репостов, много комментариев, абсолютно всяких разных. Вроде и так негатив, знаете, оттуда еще добавляется. Вы знаете, и что закономерно, что даже при хорошей новости, когда хорошая новость, добрая весть, всегда обычно, как правило, находятся люди, которые все равно напишут негатив. Знаете, какое-нибудь исцеление произошло. Например, если брать христианство, это не исключение. В христианстве то же самое. То же самое происходит. Я говорю сейчас неголословно, я разговаривал с профессионалами своего дела, которые говорили мне об этом. Они говорят, то же самое происходит. Исцеление произошло, чудо какое-то. Ну, все классно, вроде классно. Найдется человек, да, это там на публику работаете, это там, знаете, ну, что-то там. Придумали вы там или еще что-то. То есть почему так происходит? Вот возникает вопрос. Происходит. Нельзя сделать срез какой-то. Нельзя однозначно сделать выводы какие-то о том, что вот такая вот статистика в этом во всем. Вот больше негатива, мало, значит, постят, мало хороших новостей. Ну, я не об этом, потому что, ну, это голословно, мы не можем так сделать. Потому что если взять меня и многих служителей, которых я знаю, ну, простите, просто некогда. Ну, некогда сидеть в соцсети, некогда читать комментарии. Просто на самом деле нету времени, потому что, ну, заняты другим вокруг люди, вокруг им происходит что-то, вокруг нужда, мир, ну, спасение. И служителя, и христиане, ну, они не поглощены этим, чтобы быть там, ну, прямо вот внутри всех этих новостей, эмуссировать. Поэтому, конечно, мы не можем сделать срез. Но очевидно то, что наверху, то, что на поверхности происходит, и это попадает в людей, люди читают это. Знаете, и даже зная такого человека, например, который пишет какие-то негативные вещи, зная его лично, я понимаю, он никогда, он никогда себя вот так вот не ведет. Когда ты с ним разговариваешь или ты с ним общаешься, он не ведет себя подобным образом, он не позволяет себе какие-то реплики. Знаете, но когда он сидит у, значит, экрана своего компьютера или телефона, как будто бы складывается такое впечатление, что он в домике, какая-то мнимая безопасность у него, как будто бы он себе там разрешает. Послушайте, но Господь ведь, Он Господь всего. И духовные законы, которые есть в нашем обществе, вообще среди людей, которые Бог создал, они работают вне физических законов, они больше этого, Бог видит все абсолютно, и нету никакой разницы для него. Видит тебя сейчас человек, не видит, спрятался ты там в этом домике, не спрятался, но возникает вопрос, если мы понимаем все это, то почему все-таки так происходит? Почему вот какие-то негативные вещи или еще что-то? Я сейчас говорю, это просто для иллюстрации сегодняшней проповеди, чтобы у нас было понимание о том, что происходят какие-то неестественные вещи. Это как-то с логикой, со здравым смыслом, но не совсем состыковывается. Почему хорошие новости, значит, у нас меньше, а плохие больше репостят и так далее. Знаете, текст я бы хотел предложить сегодняшней проповеди римлянам, 12 глава. Давайте попробуем отчасти в этом разобраться. 12 глава, 19 стих, с 19 стиха. Всем известный стих. Апостол Павел пишет, пишет в церкви Кримля. «Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сиед, ты соберешь ему на голову горящий уголе, не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Знаете, на протяжении всей, абсолютно всей моей христианской жизни. Вокруг этого текста вот есть два таких муссирующихся постоянно, культивирующихся обсуждений. Люди обсуждают, ну, предполагают, как Господь, значит, будет воздавать тем людям, которым я не буду мстить. Понимаете? Ну, вот, меня, как бы, получается, обидели, вот, я не буду мстить, и, ну, Господь говорит, мне отмщение я воздам, и вот мысли пошли. Я не буду версии сейчас озвучивать, которые есть, их достаточно много в моем арсенале, потому что я занимаюсь людьми зависимого поведения, и людьми, которые только начинают иногда читать Библию, но обращенные, множество вопросов. И второй, значит, это горящие уголья на голову. То есть, что это значит, горящие уголья на голову? И тоже, знаете, ну, прям множество разных версий. То есть, три основных мы чуть позже просто, как бы, озвучим сегодня, которые есть. Ну, почему-то вокруг вот этого всего происходит. Знаете, я понял, что мы с вами, мы понимаем Бога справедливого. Нам просто с тобой понять Бога справедливого, наказывающего злоя. Очень просто. Мы, особенно, когда это происходит по отношению к кому-то. Ну, не так сильно мы понимаем Бога справедливого, может быть, по отношению к себе в каких-то моментах, но по отношению к другим, мы соработники тут к Богу, мы с Ним соединились, злое должно быть наказано. Аминь, церковь. Так это или нет? Да, злое должно быть наказано, и тут нам, ну, как бы, все понятно. И, наверное, не всегда мы можем понять Бога, или Его, наверное, справедливость тогда, как Он, наверное, хочет, чтобы мы это понимали с тобой. Еще раз. Наверное, не всегда мы понимаем Бога так, как Он хочет, чтобы мы с тобой Его понимали. Даже в Его справедливости. Почему? Потому что иногда Его справедливость, она проявляется в милосердии, и очень часто, и в любви Божьей. Божья справедливость, она проявляется в милосердии и любви Божьей. Кому? К злым людям, правда? К злым людям, к злодеям иногда, просто к грешникам, просто проявляется, и тут, знаете, вот как-то труднее нам с этим. Как-то не так вот оно у нас все легко, как-то согласиться в каких-то моментах. Давайте Иону вспомним. Пророк Иона, помните, Бог говорит ему, иди проповедуй народу, посылает его. Иона, ага, говорит, разворачивается и в другую сторону. Дошло до того, что Бог там рычаги включил, да, свои рыбку послал, она его проклотила там, он покаялся. Пойду, говорит Господь. Понимаете, и идет, и проповедует этому народу страшному, народ кается. И вот конец этой, знаете, книги, Иона 4 глава, прямо написано так, что Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Вау! И молился Богу. О, Господи, не это ли говорил я, когда я был в стране моей? Поэтому я и бежал в Фарис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедстве. Интересная позиция пророка, человека Божьего. Он просто не согласен с Богом в том, что он милосердный благ к злым людям, ну, грешникам, богопротивникам. Он не согласен с этим. И если мы там читаем, помните, Бог дерево посадил ему, он сел там в тенечке, челечка послал, оно подточило, дерево засохло. Он говорит, ну, что ты, Иоанн, да расстроился, лучше умереть. От дерева, говорит, сожалеешь. И он, говорит, 10 стих, тогда сказал, Господь, ты сожалеешь о растении, над которым не трудился, которое не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь пропало. Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота. Интересно. Бог, говорит, и не трудился, говорит, и участия никакого не принимал. А я сотворил этих людей. Они право от лева, а я вас избрал. Я вас избрал, вы различаете право и лево. А эти люди нет. А эти люди слепые, эти люди в грехах своих. Не им ли милость проявить? Не им ли оказать сострадание и милосердие? Знаете, и следующий текст, о котором немножко хочу сказать, во Второзаконии написано, когда мы читаем римлянам, и Бог говорит, не мстите за себя возлюбленные, мне отмщение, я вас дам. Ну, Библия будет отсылать нас по ссылочке вот во Второзаконии. Там Бог говорит, мне отмщение и воздаяние, Второзаконие 32-35. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблются нога их, ибо близок день погибели и скоро наступит уготованное для них. Знаешь, и так интересно немножко обзора. Нам может показаться с тобой, что Бог говорит как раз вот об этих людях, которые, значит, нам что-то сделали, мы им не мстим, а у Бога вот это все, значит, есть. Но если мы смотрим в контекст, и читаем там эту главу, мы с тобой увидим, речь идет о том, что он обращается к Божьему народу, который совратился с пути истинного, который вообще ходит своими путями, игнорирует Бога. И это он говорит к ним, он говорит, у меня, у меня, говорит он, отмщение и воздаяние. Понимаете? То есть он говорит к церкви, он говорит, люди, если вы идете не тем путем, ну, я не оставлю это незамеченным, после того, Павел пишет о том, что до ревности любит Господь нас, любит Дух Божий. Знаете, и вот в случае того, как мы реагируем с тобой на это зло, потому что написано, что нужно побеждать зло добром, мы становимся либо сработниками в его царстве, либо нет, либо мы будем мешать Богу, как это произошло в случае с Иоанной, достигать каких-то людей. И тогда будут какие-то обстоятельства приходить в нашу жизнь. Просто потому, что мы понимаем волю Божию, понимаем, что Он сегодня говорит твое и мое сердце, а поступаем так, как считаем нужным. У нас свое милосердие, свое мирило какой-то там любви, может быть, тогда. Я хочу привести один живой пример из своей личной жизни. Мне не хотелось бы, чтобы муссировались имена какие-то, кто это, какие-то догадки, просто это факт из моей жизни. Одно время так случилось, что служитель, который служил мне, служил мне, классный, хороший служитель. Ну вот, что-то начало происходить в его жизни, я не сразу это понял, но по его отношению ко мне, я осознавал, знаете, что вот он как-то неправильно, ну реально неправильно меня наставляет, как-то докапывается до чего-то, куда-то поворачивает мою голову, маленько не в ту сторону, какой-то уклон есть. И я вроде как там отстань, отстань, знаете, ну как-то там хочется отделиться от этого, чтобы не быть, а он так навязчиво, знаете, навязчиво и свою вот линию гнет, а потом серьезней какой-то момент, еще серьезней момент, наставление такое уже, что плакать хочется от такого наставления, и обоснованно, я, ну как бы не красная девица, нормально, критика, ну как-то всю жизнь справляюсь с этим, а тут прям духовные вещи неправильные, знаете, и потом вдруг Бог начал наводить свой порядок. Знаете, у меня мое состояние было уже, ну все, вот, 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 грань, вот такое чувство, что вот только еще сейчас в мой адрес что-то будет, все, будет взрыв просто, апокалипсис просто внутри меня, уже все, вся мера переполнена, при этом всем, я говорил служителю, поступая по Писанию, я не отмалчивался, озвучил вам свое несогласие, то есть как-то вот, и вот, значит, вот такое напряжение достигло, и в этот момент Бог реально приходит и начинает работать с этим человеком, через других служителей, выправлять, знаете, наставлять, дисциплинировать, именно вот в таких похожих моментах, и я, знаете, я такой вроде как, ой, фу, ну, оно как бы, вот Господь, спасибо, и в то же время я вдруг обнаружил, ну, простите за выражение, я в кавычках, какая-то жажда крови внутри меня, знаете, что это, ну, и, а я-то, ну, как бы взорваться-то не успел, понимаете, ну, вот не успел взорваться, Богу, как бы, Господи, забери, не забирается, ничего, я в Библию, знаете, Библию, и читаю 2 царств, 2 глава, с 18 стиха, и там описана история, описана история об израильском народе, когда Давида, Иуда воцарил Давида, все остальные племена были под, значит, другим сыном Сауловым, и 7 лет никаких не войн, ничего, 7,5 лет никаких не войн, ничего, и тут люди выходят, с одной стороны, с другой стороны, около озера, и со стороны, значит, племен, говорят, давайте пусть наши юноши поиграются, ну и юноши поигрались, вышли, один другого за голову взял, и мечом убили, и началось сражение, в этом сражении, Иав, который был военачальник Давидова, он, ну, побеждать начинает, значит, а побеждать начинает другого Авенира, другого военачальника, да, и вот написано так, что были там три сына Саруи, Иав, Авеса и Асаил, Асаил же был легок на ноги, как серно в поле, и погнался Асаил за Авениром, и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира, и оглянулся Авенир назад, и сказал, ты ли это, Асаил, то сказал я, и сказал ему Авенир, уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, возьми его оружие, но Асаил не захотел отстать от него, и поворотил Авенир, еще говоря Асаилу, отстань от меня, чтобы я не поверг тебя на землю, когда с каким лицом явлюсь я, киаату, брату твоему, но тот не захотел отстать, тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот, копье прошло насквозь его, и он упал там же, и умер на месте. Знаете, я вдруг так себя увидел, вот этим Авениром, за которым гонятся, и вот этот момент, когда вот он, копье уже, ну все, чаша уже все, то есть, ну настало, я думаю, и что мне делать-то теперь, а там процессы свои идут, ну как бы без меня особо, и там при моем каком-то содействии, ну как бы моего участия сильно не надо, но я понимаю, что предел-то у меня настал, то есть, я же говорил, то есть, ну пора тоже сказать, знаете, свое слово, как все происходило в жизни, вообще-то, и так, и так, и так, что было. Я прихожу с этим к служителю, я говорю, вот такое слово у меня, и пересказываю его. Знаете, какой вопрос был ко мне? Ну я ожидаю сейчас там, да, скажи там, конечно, давай там, ну как бы вот внутри, как человек, я вот этого ожидаю, а ко мне такой вопрос, а ты подумай, за кем ты гонишься? Понимаете, я что-то вдруг в один момент превратился из человека, за которым значит все гонятся, что-то там пытаются от него добиться там, я вдруг обнаружил, что в принципе-то это я уже внутри гонюсь, мне уже говорят, хватит, Бог говорит уже все нормально, уже божественный порядок в жизни, а у меня так меня размотало, что я не могу, у меня, знаете, способности, этот был легкий на ноги, у меня свои способности, у тебя свои способности, как нам дожать человека, как нам добить человека, понимаете, как нам догнать его, что нам сделать, тогда, когда уже работа Божья с ним происходит, я помню, я увидел, я увидел свою природу, когда я это увидел, мне аж поплохело, я говорю, Господи, прости меня, Господи, помоги, что ж, что ж вы мне, простите меня, в кавычках, за чудовище-то поднимается такое, да что ж, я неугомонный-то такой, что ж мне этой крови-то все хочется, да что же происходит, я христианин вообще, Господи или нет, и слава Богу, Бог выявил, все было хорошо, я не позволил себе ничего лишнего, я не стал никуда бежать, знаете, дальше, и слава Богу, в общем, за это все, но если мы посмотрим на Давида, Давид совсем по-другому, вот Давид, который был там, он совсем по-другому, представьте, его избрали царем, он семь с половиной лет, над одним коленом, все другие не под ним, он помазанный, он им сказал об этом, но они выбрали другой путь, и вот этот как раз Авенир, он был тем человеком, который воцарил сына Саулова, после этого такое сражение, проходит еще какое-то время, и этот Авенир, он же берет и содействует в том, чтобы воцарить Давида над всем Израилем, он приходит к Давиду, приводит Милхолу, ну там и целая история, но он приходит, и он говорит с Давидом, и договаривается об этом с Давидом, чтобы Давид был над всеми коленами, Слово Божие начинает исполняться, и в это время возвращается Иааф, вот один из этих трех сыновей, это старший сын этого, значит, юноши, старший брат юноши, он возвращается, приходит к Давиду, говорит, ты чего, говорит, кто приходил? Авенир, да он же замышляет против тебя, Давид говорит, не, не, нормально, все хорошо, все под контролем, Иааф идет помимо Давида, и убивает его, вызывает, догоняет его, в пути, тот уже уехал, догоняет его, и убивает его, как разбойник, убивает просто, и когда Давид узнал об этом, он горевал, он горевал, он постился, народ видел, ему угодно было это, как ведет себя Давид, он не согласен, и вот слова Давида, 2 царствия, 3 глава, 39 стих, я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня, пусть же воздаст, Господь, делающему злое по злобе его, а сердце Давида мы знаем, это муж по сердцу Божьему, глядя на его жизнь, мы понимаем, что он не мстил, он Саула пощадил, множество моментов в его жизни, когда он поступает нелогично, но в соответствии с волей Божией, знаете, ну и глядя на природу нашего Бога, мы можем видеть, знаете, когда он дает закон об убийцах, когда народ Божий зашел в землю обетован, он говорит, сделайте три города себе, сделайте три города, куда любой убийца может убежать, в эти три города, почему, потому что кровник, то есть родственник того человека, кого убили, он имеет право убить его, кровная месть, она в то время была в деле, как говорится, он имеет право убить его, и он говорит, сделайте три города, чтобы этот человек убежал, потому что разные бывают, он приводит, знаете, интересно, один пример всего, я его зачитаю, и вот какой убийца может убегать туда, оставится жизнь, кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня, кто пойдет, и он пример приводит, представьте, один единственный, который описывает, как будто бы все ситуации, вот, того, кто может быть помилован в этом городе, кто пойдет за ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть бежит в один из городов тех, чтобы остаться жив. Один пример, который вообще описывает все, столько ситуаций в нашей жизни, когда по отношению к нам какая-то несправедливость, когда по отношению к нам в нашем мирило, ну, и это действительно так поступает, как-то не так, так хочется вот почему-то этой агрессии выйти наружу, знаете, даже до конца, ну, не вникнув, не поняв, ситуация, но особо мне и не важно, почему он так сделал, потому что он сделал это по отношению ко мне, поэтому уже остальное не так сильно все важно, я не способен, как будто бы мое сердце, оно само по себе не способно к милости какой-то, к любви к этому человеку, а Писание говорит нам, любите врагов, да, накормите, напоите, когда? Если ты видишь, что враг твой голодный, если ты видишь, что он пить хочешь, напои его, это говорит Писание, почему? Почему у меня не всегда так происходит? Знаете, если вернуться к этому тексту, давайте вот к этим двум моментам, мне интересно, вот возвращаясь к этому тексту, к римлянам, почему вот это предположение, как Господь может воздавать тем людям, которым я не буду мстить, вот предположение, вот эти мысли, как Бог будет воздавать, почему я не думаю о том, как мне не мстить? Почему я в этот момент, когда я читаю этот текст, меньше всего думаю о том, как же мне не мстить? Господи, как мне сдержать этот ураган внутри меня? Почему я не взываю к Богу, Господи, помоги, значит, мне действительно сохранить? Почему? Потому что, если я ожидаю воздаяния от Бога, на его голову, за его грехи, ну разве это не та же самая месть внутри меня? Ну разве я не желаю этой крови для него? Интересно. И почему горящие уголья, о которых я говорю, почему мы размышляем, ну что же это такое горящие уголья, когда Писание говорит, если ты видишь врага голодным, жаждущим, накорми его и напои, почему я не размышляю о том, что я вижу врагов своих всех, да их знаю всех в лицо, если что, но почему я не думаю о том, как мне их накормить, как мне им дать пить, как мне им проповедовать, почему я думаю, что же такое это горящие уголья? Знаете, и богословы, и комментаторы, там три основных версии, одна из них это стыд, который будет на нем, когда ты ему, значит, за зло воздашь добром, то он будет себя чувствовать, как бы не очень будет печь. Есть версия такая, что, значит, в Израиле уголья на голове переносили, чтобы в дальнюю дорогу идет, чтобы там костер раздуть, развести, и поэтому как бы ты вот согреваешь его тем, что он злой, а ты делаешь добро. Какая версия есть? Я лично думаю вот о чем. Я думаю, что вот эти уголья, это то, что человек делает зло, и видит нестандартное отношение к себе верующего, реальное нестандартное отношение, непонятное для него, но это добро. Я думаю, тогда у него появляется выбор. Это мое откровение. Я думаю, тогда человек, у него действительно появляется выбор. Он понимает, что есть настоящая любовь Божья на этой земле. Есть что-то нелогичное, есть что-то до конца непонятное его разуму, но это попадает в него, и ему только выбирать, как поступить в этом случае, ожесточить свое сердце, дальше начинать преследовать, как-то там изъявить или еще что-то делать, либо остановиться и задуматься, и дать Духу Божьему работать со своим сердцем, это будет приоткрытая дверь для Духа Святого, которую ты приоткроешь своим действием к Нему. Я склоняюсь к этой версии. Я человек, который злой, и я думаю, ты тоже. И когда ко мне за мое злое, добрые отношения, я не знаю, как у тебя. Я всегда останавливался внутри. Мне непонятно, когда мне непонятно, я пытаюсь разобраться. Я думаю, это время, когда надо подхватывать на молитву такого человека. Не просто сделать ему доброе дело какое-то, а нести его в молитве, понимая вот эту духовную войну, вот то, что сейчас происходит в его жизни, то давление, которое сейчас в его уши дьявол что-то дует, наговаривает, посылает своих людей нечестивых. Мы знаем силу Духа Святого, мы знаем силу Божью. Нам надо стоять и молиться за этого человека. И знаете, когда апостол Павел писал это все, он вообще возвращался к притчам. Интересно. Этот текст, который мы прочитали в Римлянам, он не новый в Библии, он вообще-то есть в притчах. И апостол Павел, говоря, это церкви, он основывался на этом притче 25-21. Смотрите, как там звучит. «И если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напои его водой. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Не ему, не жажда мести нами должна двигать, не ожидание праведного Божьего гнева на него, на этот грешный мир, который так несется в этот ад, без Иисуса, без Христа, без надежды. И мы еще ожидаем, что Бог будет их догонять, наказывать, разбивать, посылать болезни. Почему? Тогда ты и я есть у Бога. Бог говорит об этом принципе, «Побеждай зло добром, и будет тебе воздаяние». Он говорит, «Я воздам». Что воздам? «Я воздам». И непослушным, и послушным. Он работает с народом своим, тех, у которых открыты глаза, открыты уши, те, которые рождены заново, те, которые приняли силу Божью, те, которые приняли прощение Божье с креста, те, которые не живут просто по пахотям этого мира. И Бог призывает. Это ясно видно. Но нам неестественно, для нашего естественного человека, кормить, поить врагов. Знаете? И только приняв спасение, быв прощены, мы имеем эту способность. И я знаю, что Бог хочет, точно знаю, чтобы мы росли с Ним не только вот в этой справедливости, с которой у нас вообще все в порядке, если честно. Мы нормально. Только по справедливости, по Божии, каждый человек должен гореть в аду. А по милости и благодати мы спасены, имеем надежду и для других людей. И Он хочет, чтобы ты и я, мы были соработниками в Его справедливости, в Его взгляде, в Его понимании, что человек бессилен перед грехом. Человек не в состоянии одолеть грех, победить его своими силами, добиться какими-то своими делами, того, чтобы он может приходить в присутствие Божие, к престолу благодати. Мы с тобой знаем это нам открыто, это все. Аллилуйя! Бог благ нам. Знаете, и Бог хочет, чтобы мы росли в этом. В Ефесянам написано так, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразумевать происходящим разумением любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полноту Божию. Бог хочет, чтобы мы укоренились, утверждились не в справедливости Божией. Он хочет, чтобы мы укоренились и утвердились с тобой, в его любви, широта, долгота, и глубина, и высота. Вот чего ожидает Бог от своей церкви. Вот что ожидает Бог от тебя и меня сегодня. Он хочет, чтобы мы сотрудничали с ним. И когда он воздаёт праведное возмездие, и когда он милует грешников, и когда он милует брата твоего и сестру твою, даёт ей покаяние, а тебе так трудно в это поверить, знаете. То, что я говорю, когда муссируется в этом интернете, знаете, ну вот пастор служит вроде, пастор, все лайкают, все ходят на собрания, всё происходит. Он говорит, знаешь, в грех упал. Так бывает, к сожалению, в грех упал. Он человек упал в грех. Я не оправдываю ни одного из служителей. Но посмотрите, что начинается. Знаете, что начинается? А я говорил, а я так и знал, а мы предупреждали. Подбуждали христиане. Ну что? Вы что? Надо молиться за этого человека. Если он упорствует, применяет дисциплины. Библия учит нас всему. У нас есть с вами инструменты. Нет силы больше, чем Божья любовь, которую ты и я способен пропустить через себя. Знаете, когда я размышлял об этом, я подумал об истории с Стефаном и апостолом Павлом. Давайте посмотрим на эту иллюстрацию просто. Стефан, которого побивают камнями, деяние, по-моему, 7-8 глава, начало. Побивают камнями его, он проповедует, он говорит, я вижу Господа. На него ожесточились сборища, собрания, его побивают, первый мученик. Он, я вижу Господа, говорит, да вообще, их рвет там все написано. Они их просто разрывают от этого всего. Там весь ад поднялся на эту проповедь, когда он обличал просто Божий народ. И они побивают камнями, и Саул стоит там и одобряет это убиение. Понимаете? Ничего не происходит с Саулом в тот момент. Абсолютно ничего не происходит с твоим соседом, братом, другом, с тем, кому ты хочешь мстить или не хочешь мстить сегодня. Я не знаю, имеешь претензию, имеешь непрощение или нет, я не знаю. Но ты ему как-то доброе, вот ты там помолился за него, знаешь, а с ним не происходит ничего. Более того, какая-то, возможно, издевка есть в твой адрес, но твое доброе, то, что ты делаешь сегодня, твои руки опускаются, твоя вера слабнет, ты смотришь на естественное вокруг тебя, и ничего не можешь как бы сообразить. Но все, что тебе надо, поднять голову к небу и увидеть Господа Иисуса Христа. Я говорю, это как образ. Тебе надо Господа увидеть в этом, во всем. И вот Саул, ничего не происходит, стоит, ободряет, гонит дальше церковь, но Бог работает с ним. Бог останавливает его. И апостол Павел становится одним из величайших служителей, через которого Дух Святой дал нам 13 главу 1 Коринфянам о любви. Когда он говорит, что если ты не имеешь любви, то вообще смысла нет ни в чем. Абсолютно перечисляй такие серьезные вещи, духовные вещи. Если ты не любишь, нет смысла. Если ты не любишь, нет успеха. И он стал великим служителем. И я думаю, и я думаю, я склонен верить так, что смерть Стефана очень сильно повлияла на то, когда только Бог остановил его и сказал, Саул, Саул, что ты гонишь меня. Я думаю, в этот момент тебя, он говорит, кто ты? Он говорит, Иисус. Я думаю, у него в этот момент этот Стефан стоял перед глазами. Я почему-то склонен так думать, допускать эту мысль. Потому что я не знаю, что бы сильно так его потрясло. Да, он ослеп. Да, Бог сделал его зрячим. Но что-то происходит в человеке, что-то происходит во мне, когда происходят какие-то моменты у меня с Богом, он мне поднимает людей. Я знаю каждого из вас. Мы как-то помогли немножко тут одному брату. Знаете, он так благодарит. Мы как бы постарались безвозмездно не взять денюжек. А он даже не понимает. А у меня есть запись, драгоценный, 2008 года, когда он меня вез в реабилитационный центр, сослужение, там обратно служили машинами. И я задавал вопросы ему. И он мне говорил о своей христианской жизни. У меня запись есть эта. Понимаете? Я записывал. И когда что-то происходит, он мне говорит, он не осознает. Он говорит мне как-то вот по-человечески спасибо там. Вот сейчас есть у меня как-то так возможность такая помочь. Для меня это не важно. Для меня другое важно. Для меня Бог важен в наших отношениях. Для меня важно, что Бог через него делал в моей жизни. Через тебя Бог в моей жизни делает. Мне важно то, что даю ли я ему место сегодня делать в жизни других людей. Что-то особенное, что не может предложить этот мир, а может предложить только церковь Иисуса Христа. Знаете? И желание Бога в весь Ветхий Завет из Икилии написано о том, скажи им, говорит Бог, скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Желание Бога. Не хочу смерти грешника. Это наше представление, что Бог хочет там кого-то мстить за нас, кого-то там наказывать. Он говорит одно, кто касается тебя, знай, он касается зеницы ока моего. Кто касается тебя, знай. О чем я? Он не оставит это незамеченным. Мимо Бога не пройдет, если кто-то несправедливо к тебе относится. Не пройдет. А где Бог? Бог там, где Он всегда, везде. Не пройдет. Он ожидает от тебя правильной реакции, чтобы ты был соработником Ему, в Его любви и праведности. И последний, пример, всем нам известный, помните, Петр говорит, сколько прощать брату моему? И Иисус после этого говорит, сколько, и потом говорит, притчу о должниках. И один там столько прощено, он выходит и душит там своего должника, у которого столько ему должен. И когда Иисус говорит, он говорит, так Отец мой не поступит с вами. Он берет его, этого должника, и бросает во тьму внешне, где плачет, скрепит зубов. И написано, так Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца, от сердца брату своему согрешений его. И Он действительно, Иисус, Царь Царей, наш Господь, Он ожидает, и Он вправе ожидать. И Он знает, что у нас есть правильная реакция на всякое зло по отношению к нам, на всякую несправедливость. Я не говорю о том, что надо быть людьми, которые проглатывают все, не могут провести здоровые границы. Я говорю о том, что иногда это зло, оно культивируется в нас, оно как будто больше нас, как будто мы думаем, что если мы злом ответим на зло, мы победим это зло. Никогда в жизни этого не произойдет. Иисус показал это собственным примером, подвигом Голгофина, выкупив нас, тогда, когда мы с тобой еще были грешники. Наш Бог, справедливый Бог, любящий Бог, милующий Бог, открывающий Бог, живой Бог, вечный, превознесенный. Бог, который вселился твоей верой в твое сердце, Он призывает к тебе быть ее детем, его сыном, его дочерью. Поступать не так, как поступают люди в этом мире. Это наш Бог. Это его победа. Это его победа. Столько рассуждений, что значит подставить другую щеку. Но нет времени, я размышлял, когда готовил эту проповедь, о людях в гонениях, нам так в тюрьме просто, наверное, когда или где-то в изолированном месте прощать, когда у нас, знаете, ни сил нету, ни возможности ответить. Мы такие, да простит тебя Господь там, знаете, когда нет возможности, но когда она есть, Господи, помоги нам не воспользоваться ею. Церковь, я хотел бы молиться, вместе с тобой. Давайте мы перед лицом Божьим встанем. Давайте мы Господу принесем то, что Дух Святой показал каждому из нас сегодня. Я призываю тебя по ту сторону экрана, если ты смотришь нас. Давайте мы помолимся Богу, чтобы нам ясно видеть, ловить этот момент, когда начинает расти зло в нас. Когда мы видим, как я тогда, видимо, что за мной кто-то бежит, знаете, я там отстань, отстань, и думаю, вот сейчас моя чаша уже все перепонят, пойду к пастору, сейчас еще кому-то пойду, я ему все скажу, чтобы мне прозреть и увидеть, что я не этот человек, я человек, который гонится за ним, желанием мести, возмездия какого-то своего, и понимания Бога. И в этот момент Бог говорит, берегись, потому что ты напоришься на это зло. Оно разорвет тебя. Отец Небесный, во имя Иисуса, я благодарю тебя за то, что ты Бог милующий, за то, что ты Бог прощающий. Аллилуйя. Роман, аллилуйя, Джизис. Спасибо тебе, Дух Святой, приди каждому брату, каждой сестре сегодня. Господи, помоги нам быть светом и солью, этому миру, Господи. Не только потому, что это написано в Библии, Господи, но по нашим делам, по нашей реакции, Иисус. Я прошу тебя, Дух Святой, помоги нам. Помоги нам, Господь, расширять Твое Царство здесь, на земле. Господь, не в каких-то мероприятиях просто, не в чем-то организованном, Иисус, но в нашей повседневной жизни, Господь, там, где мы соприкасаемся с людьми. Боже, дай нам увидеть, видят ли они в нас этот свет, видят ли они в нас эту реакцию от Духа Твоего Святого, эту остановку, когда этот маховик зла начинает раскручиваться, и дьявол просто подливает и подсыпает нам, Господь, разные мысли и разные ситуации, Боже. Иногда мы сами, когда себе создаем их, Иисус, когда мы накручиваем себе, когда мы жить уже не можем без того, чтобы не съязвить, не отомстить, мы промолчать, Господь, не можем. Возьми уста наши, Иисус, помоги нам, Дух Святой, чтобы всякое слово, которое исходит из нас, не было гнилым, Господь, чтобы всякое слово, оно несло Твою любовь, Боже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok